Известно о том, что они уже, оккупанты, готовятся и обороняться в Крыму, и там строят и траншеи. И скажите, пожалуйста, вот с военной точки зрения, как вы видите, в принципе, вопрос деоккупации Крыма? И скажите, вот есть ли чем ответить врагу нам там? Потому что, знаете, обсуждая этот вопрос со многими экспертами военными, они говорят о том, что если, например, демонтировать Крымский мост, то все, то враг окажется, получается, в мешке, и для них это капкан. Но некоторые, наоборот, говорят, что Крымский мост не нужно демонтировать, потому что это путь отхода для них будет. Как вы видите? Какое ваше мнение? Я согласен со вторым. У нас даже в тактике военной есть такое понятие, дать возможность врагу. Не всегда вы хотите взять врага в окружение полное. Только если у вас действительно большое преимущество. При взятии Крыма сама операция, во-первых, очень сложная. Всем это известно, на карту посмотрите, всего два перешейка, очень узкие. В общем, это будет очень сложная операция для того, чтобы эти перешейки пройти. Дальше уже потом, когда вы займете плацдарм, развивать наступление будет проще. Во-вторых, к сожалению, у ЗСУ нет военно-морского флота. В-третьих, пока что еще в России не присутствует хоть какой-то военный флот. Он так или иначе будет мешать действовать. Его тоже нужно будет полностью нейтрализовать. Поэтому вопрос с Крымским мостом, и я повторюсь, я согласен с теми, кто говорит о том, что им нужно дать возможность отойти. Так как всю группировку в Рязнис можно будет уничтожить быстро, перед тем, как они разбредутся по всему полуострову, или вообще начнут какое-то полупартизанское движение. Лучше пусть соберутся и отойдут, отступят. И так будет и лучше для всех. Вообще, если мы можем использовать израильскую или западную тактику, то у нас же нет принципа военного, как уничтожение. Но у нас есть принципы перевеса. И вот для того, чтобы этот перевес можно было воплотить, и таким образом сломать не моральное, психологическое и физическое желание врага дальше сопротивляться. И когда у него будет путь к отходу, сделать это будет проще. Хорошо, Ария, если посмотрите... Давайте так. Будут люди сейчас, которые скажут, но это даёт им возможность логистического пути. Частично это верно, но возможность грузоперевозок по этому мосту, даже если он будет полностью загружен 24 часа в сутки, недостаточен для того, чтобы поддерживать такой величины группировку в боях, которые будут с такой интенсивностью. Кроме того, у ЗСУ всегда есть возможность либо уничтожить составы, либо заставлять их не уничтожить само полотно, или уничтожить половину полотна, чтобы был только один путь направления, как транссидентская магистраль. Там же только один путь. В одну сторону вы можете ехать. В общем, на мой взгляд, у ЗСУ есть инструменты, и заложенные его команды сделают правильный. А есть ли у ЗСУ и заложенного инструменты, чтобы ликвидировать и Черноморский флот, и авиацию, которая там находится? И даже если сейчас недостаточно, то они будут. До, скажем так, выборов в Соединенных Штатах еще полтора года демократическое противство остается. Соответственно, скорее всего, даже... Мы видим, вчера мы разговаривали с ребятами из Вашингтона, с коллегами, можно сказать, из Вашингтона. Они нам рассказали интересную вещь, что да, в начале войны всего 9% тех людей, которые голосовали за республиканцев, были против поддержки Украины. Сейчас эта цифра выросла до 40. Это, конечно, серьезно, но, опять же, есть еще полтора года до выборов, и не факт, что республиканцы победят. Полтора года – это огромное, то есть это очень много времени. Это еще целое лето, это еще зима, и еще раз лето. Все, поставки, кроме того, наращивание военного комплекса и в Европе, они возобновили и бюджеты, идет закупка вооружений, то есть ответы придут не только из Соединенных Штатов, но и из других мест. В общем, этого времени достаточно, я думаю, что тут опасности не существует. Рие, мы прекрасно понимаем, что Крым для Путина является священным, и очень часто тоже в разговорах обсуждаем вопрос, а что будет, когда начнется деоккупация, и какие процессы тогда начнутся в Российской Федерации. Вот, кстати, бывший глава ЦРУ, Джеймс Олсен, сделал такое заявление, он сказал, что, в принципе, он не исключает, что даже может случиться убийство Путина, и могут это сделать патриотически настроенные россияне. Как вот вам такой сценарий? Ну, ликвидация... Ну, вы знаете, это прям как действительно гадает, как кофейные общие... Давайте так, видели ли мы когда-нибудь в Российской Федерации, империи, и тогда ликвидацию первого лица, и ликвидацию царя боярами. Не помню такого. Террористами помню, боярами не помню. Возможно ли сейчас, что часть бояр возьмут на себя ответственность, или... очень потрясно. Затякать зла, и то, что ты выжил из ума, и то, аж пора его менять, вот, возможно. Такая действительность, на мой взгляд, это возможно. В процентном соотношении я не могу сказать, сколько это 10, или 40 процентов, вот, или 50 на 50. Не знаю. И я думаю, что вряд ли знает кто-либо. Ты может и определить это. Однозначно, да, он для Крыма, не то, что он является священным, на мой взгляд, но это символ. Это символ не для Путина, это символ для всего режима. Это символ всего того, на чем они строили свой успех. На крымской эпопее, на захвате, на том, что это было быстро, и вот, наконец, они продали своим собственным и гражданам сказку о том, что вот этот вот кусочек прям сильно влияет на их самосознание, так как на их самоуважение, хотя я не знаю, что оно у них есть. Давайте оставим эту тему. В общем, да, это символ, да, это символ, однозначно, это символ, окей, символ, если этот символ забрать, конечно, да, это большие для него проблемы. Ария, тогда у меня уточнение, если позволите, скажите, а война держится чисто на индивидуализме Путина или все-таки нет, или на его окружении тоже? Нет, но я думаю, что на окружении тоже достаточное количество. Действуют ли они по идеологическим причинам, нет, там прагматика, и все это понятно. Они зашли туда, они попали, они попали даже не в капкан, то есть они зашли куда, они забрались на дерево, они забрались на дерево и не понимают, слезть. причем они настолько испугались, что они прямо вцепились и не отпускают. Там вот это состояние, это не то, что там какое-то вольготное такое ощущение того, что мы готовы, все у нас, они пытаются сказать, у нас что-то планировано, мы все делаем, но всем же понятно, что это не так. Всем понятно, что они ужасно напуганы, напуганы абсолютно все, на всех уровнях, от простого солдата действительно президента этой федерации.